Пока что ничто не предвещает беды, а по телевизору, по всем каналам звучит вот это. Ожидается сильный ветер. Без необходимости не выходите на улицу, не выезжайте на транспорте. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями, во временных строениях и под шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Телефон спасателей 0111. Вот примерно через час нас накроет стихия. Приближается ураган. Затишье перед бурей. Вот верхушка березки. Ни один листик не колышется. Посмотрим, что нас ждет через час. Буря, представляешь, у нас сейчас машина по району ездит. Мы дома сидим. И уже вам как говоритель говорит, что в 9 часов начнется какой-то ураган. 25 метров в секунду. Типа ветер. Дождь. Типа сильный. Типа не выходить из дома. Машины под деревьями не ставить. Закрыть все окна и так далее. Еще первый раз такое слышу, что машина ездила и предупреждала. Подходит через 15 минут. Должно начаться. Итак, друзья мои. Ждем ураган. Чуть никак не начинается. Сейчас мы проведем эксперимент. Эту кружечку я поставлю вот сюда. Надеюсь, ее не сдует. Посмотрим, сколько воды нальется. Друзья мои. Ну, по всем данным гидромедцентра мы уже в стихии должны находиться. Так, смотрим за окно. У нас еще не упало ни одной капли дождя. Все нормально. А вот, вот-вот-вот начинает. Вроде чувствую капельки какие-то посыпались. Но все равно как-то немножко не совпадает. Ладно, ждем. Ждем нашего московского урагана. С 8 на 9 аудерта. Итак, друзья. Нас уже накрыла вторая волна предполагаемого шторма. И ветра 25 метров в секунду. Ну, что-то ничего такого не наблюдается. Обычный дождь. Обычный дождь. Ерунда. Так, смотрим. Так, сейчас у нас... Ну, вот так уже сейчас. Через 10 минут должно быть так. Через 20 так. Через 30 так. Через 40 у нас вообще уже эпицентр урагана. И тут я листаю по 10 минут. И мы вот в центр. Как бы погружаемся в всего этого стихийного бедствия. А вот к 0.30 какая-то черная хрень подходит к нам. Ладно, поснимаем, посмотрим. Ну, пока просто обычный. Обычный дождь. Даже не проливнули. Смотрим. За нашей кружечкой наблюдаем. Даже сильного дождя нет, друзья мои. Вот я вам приближаю лужу. Что за фейк? Произошел. Моя пивная кружка вообще не наполняется. Не говоря о том, чтобы ее сдуло. Уже час, как мы боремся со стихией. Друзья мои, ну вот мы в эпицентре урагана. В принципе. Давайте мы отнем чуть вперед. Все это темное пятно рассосалось вообще. Можно сказать, исчезло. И все это превратилось в легкий дождик. Даже не ливень. Бокал просто пивной. Моя крышка. Моя. Обманули. А так нагнетали. Для чего это вообще было сделано? Подстраховаться. Время уже подходит к 11 вечера ночи. Заснимем еще чуть попозже. Выглядит вообще страшновато это все пятно. Но по факту дожидаемся вот этой черноты. Потом будем судить. По всему происходящему. Так, что-то мы уже сместились куда-то. Замотища. Сбой какой-то. Мы вот здесь. Около Люберец. Кстати, наблюдается очень много скорых за окном. Видимо, людей так напугали. Ну, конечно. И кому-то поплохело. За мне. Но с другой стороны, там те, кто говорят, что что-то с давлением будет еще. Надо за папу приглядывать. Угу. Ну вот. Ну, как-то все рассасывается, что ли. Ладно. Следим дальше. Ну, судя по луже, дождик немножко усиливается. Но не так, чтобы. В кружке даже еще дно не заполнилось. Нету ни грома, ни молнии, ни ветра. Вот наша верхушечка березочка. Еле шевелится. И то от дождя. Друзья, мое время полдвенадцатого. Мы подходим, приближаемся к девятому августа. И мы в эпицентре урагана. За окном даже дождь кончился. Что за фигня? Что за фейк? Помните сказку про байку, точнее не байку, а приспуску или как там про мальчик, который бегал в лес и кричал волки, волки. Что это такое? Это происходит с нашим МЧС или гидрометным центром. И уже они могут отличить, не могут отличить обычный простой дождь, даже не ливень, от урагана. Я в шоке. Я еще понаблюдаю. Смотрим дальше. Друзья мои, ну вот и наступило девятое августа. Что-то нас лоханули как-то с этим ураганом. Обещали, что выпадет 50% месячной нормы осадков. Сейчас я покажу эти осадки. Вот. И выпью сейчас их за ваше здоровье. В общем, настращали нас, дай боже. Ну, за хорошую погоду. Может, осень нас хоть порадует теплом. Все, всем пока и подписывайтесь на наш с Оксаной канал КОЙЕВУ. КОЙЕВУ.